Мы продолжаем наши высоковольтные эксперименты. Сейчас мы будем пропускать мощный разряд через старую Нокия. А, бьет, бьет, бьет. Ну не вырубилось. По проводу бьет. Слышишь, она дымит начинает. Да, 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 она дымит, прикинь. Не, она абсолютно рабочая, смотрите. Да, все-все. Ух ты, бьет. Охренеть. Она рабочая, да? Рабочая, да? Работает. И ничего не происходит. Цифры работают. Да! Ух ты, бьет. Жень. Поспокойной. Смотри, работает. Давай потолок. А, бьет. Дяга, простой. Ого. Смотри, она прогорела. Да ладно. Смотри, в натуре она поплавилась. Да, ничего себе. Вы видели корпус как проплавило? Причем с двух сторон прям симметрично. Работает? И главное, работает. Смотрите. Кстати, фонарик перестал работать. А попробуй включить его. Два раза S нажми. Сейчас S. Да, но слева... Нет, работает. Нет, работает. Смотри. Ха-ха-ха-ха-ха. Работает фонарик. Прикинь. Корпус положен. 312 работает. Звук есть. И среднее вызвать. Вот что значит Nokia, ребята. 112 набираю. Послушай. Ля-ля-ля. Ребят, все работает. Это обалдеть. Вы как такое могли просто создать? Почему сейчас такие телефоны не выпускают и не делают? Потому что люди не будут покупать другие телефоны. Они не будут ломаться. О, Барсик. Барсик пришел ко мне. Барсичек. Барсичек, не бойся. Давай его чуток зарядим. Дай немножко напруге. Что, бьется Барсик? Барсик по ногам бьет. Барсик, ты чего? Нормально. У Барсика что-то происходит. Барсик, ты чего? Нет, живи Барсик. У него прямо гля, глаза. Живи Барсик. А зоном запахло. Да, да, да. Это Барсик. Что, включай? Все хорошо, Барсик? Барсик, все хорошо. Барсик? Барсик. Барсик, мне кто-то бьет. Брюны заходят по гордону. Да, да, да. Бля, бля. Блин, не думай его куда-то. Хороший Барсик. Хороший Барсик. Даже не мяукнул. Смартфон должен быть верным. Как вот Вертекс. Настоящие народные смартфоны. И качество у них топовое. Вертекс Бэр стоит меньше 5000, а выглядит намного дороже. Тут шустрый процессор, быстрый 4G интернет, YouTube, онлайн кино и всякие созвоны с видео по скайпам, вейберам, ватсап. Не проблема. А Вертекс Тор не боится ни воды, ни грязи, ни даже ударов. Реально ударопрочный. Не смартфон, а Торминатор. Да еще батареи хватит на три полных дня работы. Лучший друг экстремала и путешественника. В год продается по миллиону трубок Вертекс от 3900 рублей. Ссылка на все хиты Вертекс с доставкой по всей России в описании. Как бы странно это не звучало, но мне нужен арбуз. Есть у кого-нибудь арбуз, ребят? Лови. О, ништяк. Я считаю, что для надежности арбуз лучше проклеить поликой внутри. В зубы, короче, бьет током. Я же тебе говорю, там где-то что-то пробивает. Жестко, да? Через нос он прям в зуб. Носу, чтобы оно не контачило. А, не контачило? Какое можно сделать? Это нужно будет в бошку бить или ничего? Все, отходи. Я прочитал на одном форуме, там было написано, что нужно сидеть на Тесла стуле без футболки. Сейчас мы это проверим. Теперь точно в зуб бить не будет. Так, давайте амуницию. Жесть. Человек-арбуз. Человек-арбуз. Репанация черепа, спокойней. Чувствую себя на каком-то электрическом стуле. Знаешь, как в фильмах показывают, где чуваки садятся на стул, и их потом таким рубильником... А рубильник вот он. Не включать. Три, два, один, поехали. О, ничего себе. Что, жестко? Да жесть. Санек, мне не нравится твой взгляд. Он у тебя реально жутко. Что, будет в потолок? Да, реально. Да, до потолка доставим. О! Пацаны, ставьте лайки. Ставьте лайки. Только на меня не направляй, а то в камеру попадет. А на вой, на вой, если попробуй. Нормально. Оу, какие звуки жесткие. Капец. Пацаны, это жестко. Это реально жестко. Ты что-то чувствуешь? Да я ничего чувствую. Едем на камеру. Да я ничего, как оно по ушам бьет. А, громко прошло. Тысяча молний врезается. Чтобы еще отсюда было. Ой, жесть. Как ты видел. Пу! Не обожгут они? Там нос под плистом. Блин, жестко, пацаны. Как-то, типа, ну, типа, возле глаз находятся. Молны. Капец, как-то. Искры перед глазами. Теперь я поднимаю выражение этого слова. Так, прям сюда. Бля-бля-бля. О, стопи. О, что прекрасно. Получается, когда делали первый тест, Барадан, ну, нажал пуск. Видать то, что арбуз прислонялся прям плотно к носу. Вот. Я прям почувствовал разряд. Прикинь, он прошел вот так через нос. И прям ударил в зуб. И я прям, аааа. Прикинь, ну, реально было жестко. Вы-то смотрите видос, оно капец все эпично выглядит. Прикиньте, я сижу в шлеме. И я вижу, как у меня вот так молнии из глаз идут. Короче, пух, 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 пух. Ну, это реально жестко. И ты сидишь такой, ешкин ты кот. Надеюсь, оно не долбанет. Мы хотели еще в стасяна посадить на эту штуку. Но он, как увидел, как. Чувствуете запах? Да, ну, это мощно. Не, ну, все безопасно. Мы профессионалы, нам можно. Пацаны тысячу раз проверили перед тем, как все это подключить. Максимум опасности это обжиться от самого разряда. Да, они горячие, реально. Ну, а ты как думаешь, почему такие мощные, грозные разряды в 2 миллиона вольт не причиняют вреда? Кстати, сила тока тут тоже большая. Это тест с очками. Помните этого героя из Людей Икс? Там был, типа, циклоп такой в очках. Он снимал очки и этими лазерами пулял. Вот я новый персонаж. Электроочко. Электроочко? А, я-я-я-я, пробивали прям. Где, где? Слева. В ухо. Не в ухо, а прям. И сюда, висок. Да, вижу, вижу, вижу. А, как ты думаешь, какие возможности скрываются в столь мощном напряжении? На что же способен этот трансформатор Теслы? Ну, а в следующем видео мы вам покажем маленькую, но очень мощную ламповую Теслу. На 45-й лампе из старого телевизора. Ступую, давай. И на что же способен трансформатор, как в настоящем электрическом стуле? Подпишись, чтобы не пропустить.